Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как получать удовольствие от добрых дел, а не от грехов? Хороший такой вопрос. Неужели у того, кто его задавал, нет опыта невероятной духовной радости от добрых дел? Святитель Иоанн Златоуст говорит, когда ты получаешь что-то в дар, ты чувствуешь земную радость. Ух ты, подарок, замечательный, дорогой, здорово, спасибо. А когда ты отдаешь, ты чувствуешь радость небесную, и она не отымется от тебя никогда. И я вас уверяю, тот человек, который пусть нехотя, но начинает постоянно что-то отдавать, с кем-то делиться, не с каждым проходимцем, а действительно с нуждающимися людьми, чувствуешь такой невероятный подъем, такую жажду и силу жить, радость, которая никакой самый дорогой подарок в жизни не может дать в таком объеме и так надолго, и какую-то внутреннюю благодать, от которой ты не ходишь, а летаешь просто, под ногами земли не чувствуешь. Это реальный опыт огромного количества людей, могу немало историй рассказать. Одна из них хрестоматийная, про человека, который перед тем, как идти топиться в Санкт-Петербурге, отдал свой кошелек нищему, сидящему на этом мосту, и ощутил, поблагодарил его, и ощутил такую радость, и понял, что теперь вот ради этого стоит жить, чтобы облегчать жизнь людей, чтобы другим людям радость нести. И мы можем это делать, сколько бы нам ни было лет, сколько бы ни было денег, средств и каких-нибудь физических возможностей. Всегда, если постараться, можно найти человека, которому нужна помощь. Всегда будет человек, которому хуже, чем тебе, как не было бы тебе хуже. Поэтому плохо вам, ищите, кому хуже, помогайте. Есть какие-то избытки, средства, помогайте нуждающимся, нету их. Словом утеш, делом, волонтерство – велика вещь сегодняшнего дня. Поэтому, друзья мои, от грехов можно получить какое-то временное удовольствие, но потом, вы знаете, ощущаешь такую пустоту в сердце, просто без дна. Нету ни света, ни дна, ни радости, ничего. Просто как в «Бесконечной истории». Вроде бы есть какая-то форма, а содержания нет. Камни есть, они съедобные. Почитайте замечательную повесть. Так и здесь ты получаешь какое-то удовольствие. Во-первых, часто за счёт другого. Часто через слёзы боли других людей. И последствия могут аукаться ещё нескольким поколениям. А вот когда отдаёшь настоящую радость. Проверено опытом огромного количества людей, религиозных и нерелигиозных. Но благодать Божия действует на всех одинаково. Кто верит в Бога, кто в Него не верит. Потому что милосердие, дела любви — это то, что приобщает нас к Богу. Вечности, любви, радости, полноте жизни. Попробуйте, у вас всё получится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok